Всем моим красоточкам пламенный приветик. Девочки, я надеюсь, что у вас все хорошо и прекрасно. Сегодня я снимаю видео-продолжение о моих новых приобретениях, которые я купила примерно за два месяца, и о подарках, которые мне были подарены. В этом видео речь пойдет об одежде. Было кое-что из аксессуаров, я вам покажу. Так, первое, что вам покажу, девчонки, это вот такой вот полувер, который я уже успела поносить, уже постирать. Я выставляла фотографии в инстаграм, в принципе, видео вы также могли видеть его на мне. Вот, обычный простенький полуверчик, который подходит для каждодневной носки, да, вот, он выглядит вот так, то есть сзади он чуть длиннее, чем спереди, вот, и идут вот такие рукава с такими вот тоже, как бы, разрезами. Вот, очень приятный к телу, очень, я считаю, красивый цвет. Вот, и идет такая вот нить блестящая, да, то есть он очень-очень красиво смотрится. И, в принципе, легко в носке, носибельный, с джинсами, с какими-то брючками, вот, смотрится очень красиво. Далее, девочки, следующая вещь, достаточно очень такая простенькая, это базовая трикотажная кофточка, вот такую вот, в принципе, красивого такого шоколадно-коричневого цвета, да, и рукава всем обидная, выполнена вот так, то есть идет такая вставочка кружевная. Ну, сейчас это очень модно, во Франции очень стильно и очень актуально, что придает вещам такую вот некую оригинальность, да, ну, то есть вы поняли, что эта вставочка идет вот по этой части. Очень приятно к телу, в принципе, такие вещи базовые, я думаю, должны быть всегда в гардеробе, вот, легко носится также и с джинсами, и с какими-то брючками, да, даже с какой-то юбкой. Вот, в принципе, я ношу в основном с джинсами. Далее, девочки, следующая вещь, это вот такая вот кофточка, кожаная кофточка, ну, в принципе, она сделана под кожу, но качество очень хорошее, то есть оно, в принципе, не отличишься от натуральной кожи, да. Знаете, эту кофточку я приобрела специально под свою черную кожаную юбку, которую вы видели, вот, и ансамблем это смотрится просто супер, так как сама кофточка сама по себе, она такая коротенькая, доходит до линии талии, вот, и вот с юбкой смотрится просто супер. В принципе, я уже надевала раза два, наверное, да, вот именно с юбкой, и под низ я надевала такую базовую прозрачную кофточку вуаль, то есть, ну, все-таки зима прохладно, поэтому под низ можно что-то надеть. Вот, и она смотрится вот так. Так, следующая вещь, девочки, также была куплена уже какое-то время назад, я выставляла фотографию в Инстаграм, вот, и сейчас я ее покажу в том луке, в котором я ее носила, в принципе, да, чтобы вам было понятно, как она вообще выглядит. Вот это вот, это вот кофточка, ажурная, оригинальная, скажу честно, что не совсем мой цвет, но вот она мне почему-то понравилась, вот именно своей оригинальностью. Вот такая вот ткань шитье, да, и здесь еще есть золотистая такая люлюксовая нить. Вот, и она смотрится вот так. Я вот носила именно вот в таком варианте, то есть, с черной, простой, тонкой водолазкой трикотажной. Сзади она выглядит вот так. И, если вам видно, рукава здесь, ну, как говорится, рукава летуча, а мышь, да, то есть, если мы поднимаем рукава, то видно. Вот, и носила я с двумя колье, ну, покажу вам это колье, потому что оно новое, а я забыла вам его показать в прошлом видео. Вот, очень такое оригинальное, красивое колье, да, в таком винтажном стиле. Вот, и, в принципе, смотрится даже и неплохо. Вот, и так вот я носила с джинсами черными, и, в принципе, можно надевать также с черными какими-то брючками. Следующие вещи, девочки, были мне подарены на Рождество, ну, то есть, мне были подарены денюжки, и я пошла и купила себе кое-что. Вы знаете, я для себя открыла здесь у нас один очень такой интересный, креативный, оригинальный бутик французского производства, и там я кое-что для себя нашла. Первая вещь выглядит вот так. Это вот такая вот черная рубашечка, из такой вот прозрачной ткани, да, и она очень такая сексуальная и оригинальная, то есть, здесь идут также вот на рукавах такие вот кружевные вставочки, вот, и идет такая вот вышивка с черными поедочками. Вот, два кармана, и сзади она выглядит вот так. Здесь идет их фирменный значок, вот, и, в принципе, вы знаете, она смотрится очень хорошо и с джинсами, и с черными брючками, под низ можно надеть черный топик, или черную какую-то красивую маечку, да, ажурную, вот, и смотрится просто супер. Ну, я ее еще ни разу не надевала, так что она ждет своего часа. Далее, девочки, вторая вещь также была куплена в этом бутике, то есть, я сразу взяла две вещи, да, это вот такая вот туника, туника-платье, можно сказать, но вообще называется туника. Тоже мне понравилось своей оригинальностью. Идет тонкий такой трикотаж, если вам видно, да, здесь такая идет кружевная вставочка, вот такие цветы, и, в принципе, внизу она сделана очень оригинально, я постараюсь вам показать, как она сделана снизу, вот, снизу она выглядит вот так, то есть, с левой стороны идет такая драпировочка, и вот такой вот красивый ажурный низ, то есть, вот такие вот кружева, вот, вы знаете, она очень стильно смотрится, она отлично подойдет вот именно под какие-то узкие черные брюки, под джинсы, ну, кто носит короткое, можно надеть ее и с какими-то плотными колготками, да, допустим, либо с лосинами, но я короткое такое не ношу, я буду носить ее вот именно с джинсиками, смотрится она супер, вот такая вот туника. Следующая вещь, девочки, была куплена на клиентских днях, это вот такая вот блузка, тоже я выставляла фотографии в инстаграм, которая просто меня покорила своей такой красивой яркой расцветкой, и своей такой приятной тканью к телу. Вот здесь три четверти рукава, и сверху на ткань идет такая вот, сверху нашивочка кружевная, да, и снизу идет такая вот трикотажная вставочка, ну, то есть поясок, вот, и сзади она выглядит вот так. Извините, что она немножко помялась, потому что у меня лежала шифонеря сложенная, вот, и я вообще, если фотографию найду с кое-какими вещами, я вставлю в это видео, чтобы вам было наглядно как бы видно, как все это смотрится, вот, ну, я считаю, что очень такая красивая расцветка, да, но мне такие цвета просто идут, поэтому, вот как потеплеет, сейчас буду носить ее с джинсами и с брючками. Далее, девочки, следующая вещь также была куплена на Крепских днях, от Резбриаль, это вот такая вот блузка, которая покорила меня этими красными яркими цветами, вот, она очень тоже приятна к телу, она комфортабельная, потому что она немножечко здесь такая свободная, она продублирована, то есть есть подкладочная ткань, вот, из такой тончайшей ткани, и также идут рукава 3 четверти прозрачные, и на самом черном фоне, видите, вот такие два красивых, по-моему, это маки, да, а может быть, я ошибаюсь, девчонки, вот, и здесь такие вот есть местами стразы, такие вот черные, очень красивая, можете посмотреть, да, впереди, как она сделана, и сзади она выполнена вот так, ну, очень оригинальная, очень красивая, я не знаю, я как её увидела, я сразу захотела её приобрести, ну, также тоже надевала её и с джинсами, и с чёрными брючками. Далее, девочки, следующая вещь также была куплена под Резбриаль на клиентских днях, это вот такая вот курточка с меховой вставочкой, вот, она мне очень понравилась, вы знаете, очень стильная, вот, покажу вам поближе, да, как это всё сделано, то есть деталь, она переди на молнии, идёт ремешок, рукава выполнена вот так, вот, замочки, и идут с двух сторон карманы, вот, но я постараюсь примерить, ну, вот, в принципе, я, она выглядит вот так, сейчас покажу вам поближе, можно наблюдать, да, как она выглядит, впереди замочек, поясочек, вот, вот такие вот рукава, и с двух сторон идут карманы, в принципе, длина у неё, она не очень длинная, она доходит до середины попы, вот, и сзади она выглядит вот так, ну, я считаю, очень стильная, прикольная, она хорошо смотрится с моей кожей на чёрной юбкой, вот, также, конечно же, и с джинсами, и с брючками чёрными классическими, да, и так далее, вот так. Дальше, девочки, следующая вещь была куплена в Заре, это вот такое вот весёлое, яркое платье-туника, в которое я просто влюбилась, оно, вы знаете, очень простое, но в то же время такое вот какое-то необыкновенно позитивное, такое вот приятное, да, сама ткань очень приятная к телу, вы знаете, ткань напоминает, вот, кто помнит раньше в России, да, это была ткань такая, штапель, вот, такая мягкая и очень приятная. Вот, оно выглядит вот так, то есть, здесь оно отрезное, вот, и низ выглядит сам вот так. Я тоже выставляла фотографии в Инстаграм, здесь очень такие красивые, тут оригинальные рукава, вот, и сзади идёт такой достаточно большой вырез и две такие вот идут пуговки. Вот, вы знаете, девочки, оно, конечно, очень хорошо смотрится и с джинсами, но кто носит коротко, опять-таки, повторюсь, может носить и с колготками, да, и с лосинками, вот, но я ношу с джинсами, в принципе, и сам свет, конечно, меня просто-просто покорил, вот, так что, тоже буду его с удовольствием носить. Далее, девочки, следующая вещь была куплена на распродаже, это вот такой вот манто-кап, вот, но я, конечно, вот сейчас примерю, чтобы вам было понятно, как оно вообще смотрится, да, потому что так, конечно, не видно. Ну, вот так вот оно смотрится, это манто-кап, то есть, здесь идёт капюшон, сейчас вам покажу поближе, то есть, если вам видно детали, да, оно идёт на кнопках, то есть, кнопочки потайные, их не видно, и здесь такая идёт ставочка, ремешочек, вот, и, в принципе, вот такие вот прорези, ну, цвет, конечно, просто меня покорил, и сама ткань, вот, и очень такая вещь практичная, то есть, когда вот прохладно, сейчас весной, да, можно накинуть на какую-то полувьеру или на какую-то тонкую кожаную курточку и пойти. Дальше, сейчас покажу вам низ. Ну, в принципе, оно выглядит вот так, это манто. И сзади. И знаете, что мне понравилось? Мне понравилось то, что есть капюшон, потому что, допустим, когда задует прохладный ветер, можно накинуть капюшончик, надеть очки, и, в принципе, смотрится всё очень красиво и стильно. И последнее, что я вам покажу, девочки, это вот эта вот сумочка, которую купила на вас в продаже в галерее Lafayette, да, я уже её засветила в своём последнем видео-аутфите. Вот, в принципе, она выглядит вот так. Она выполнена из такой непромокаемой ткани, и на ней идут такие вот золотистые шарики. Ну, то есть, сама фурнитура, она такая золотистая. Вот здесь идёт замочек, а также идёт ручка на золотой цепочке, и здесь тоже идёт такая вот как бы вставочка, да, ремешок из такой же ткани, как и сумочка. Вот, в принципе, вот так она выглядит. Ну, такая стильная. Так, внутри что у нас? Внутри она выглядит вот так. И здесь, в принципе, идёт такой вот родной мешочек, где можно её будет хранить. Вот, ну, в принципе, вот такое видео, девочки. Я надеюсь, что вам было интересно. Следующее видео будет видео моей обуви новой, которую я приобрела. Вот, так что надолго с вами не прощаюсь. Если вам понравилось, то ставьте пальчики, комментируйте. Я надеюсь, что до скорых-скорых встреч. Всё, всех целую. Чао!